привет дорогие друзья снова и в своем гараже очередная подделка точнее это не поделка а реконструкция переделка то есть улучшение у меня на канале есть видео как я делал токарный станок на базе у шеем по дереву такой небольшой внизу в описании под видео будет ссылка и здесь тоже вот появится ссылка на это видео как я делал этот токарный станочек вот но со временем и процессе пользования выяснилось что это не совсем то чего я хотел это что мне нужно вот этот станок его детали это подручник здесь я делал стоял здесь здесь у меня это задняя бабка крепился центр такой который мог там двигаться закреплять а здесь на базе у шеема такой видите привод она здесь отфиксировалась получалось но это не то что мне нужно во первых это вот жиденькое крепление во вторых здесь ось вращения у болгарки она всего на одном подшипники здесь всего один подшипник то есть и при если биение или что такое вряд ли она выдержит разболтается этот подшипник разобьется и толку не будет ну и другие там были моменты которые меня не совсем устраивали я решил это все переделать и сделать более другую более надежную конструкцию все вот это убрать и сделать подруг здесь вот немножко я добавил сюда варил пластину с резьбой крепление для этой тушим я переделал вот такой вот эта пластина 100 миллиметров шириной шестерка толщина 6 миллиметров толщина прорезал здесь два отверстия это для болтов натяжки и и туда она ставится крепится фиксируется два болта это для фиксации уши м вот такой хомутик в эту сторону сюда ставится здесь болтом фиксируется вот так фиксируется это может здесь два болта позволяет двигаться натягивать ремень будет ременная передача вот такой вот ремень использую с фанеры вытащил такой вот шкивок маленький далее передняя бабка переднюю бабку я сделал швеллер взял швеллер какой-то сотка два куска швеллера сварил сварим сюда еще наверх пластину прогрел это для передней бабки и буду использовать вот такой вот ось вот с таким маленьким патроном токарным здесь есть два шкива мыли я еще дополнительно тоже с фанеры вытащил еще один шкив это становится здесь и вот этим ремнем осуществляется передача укрепить я сейчас не буду здесь она зажимается болтом ну при необходимости если нам нужно поменять шкив скорость можем подвинуть это сюда чтобы спалов совпадала с болгаркой было на одном уровне подручник остается прежний ничего я не менял и немного изменил в принципе немного имеется ввиду в размерах это заднюю бабку где будет стоять этот центр вот такие вот переделки сейчас я все детали покрашу где-то зачистить надо еще подточить покрашу и тогда мы соберем новый станочек уже и посмотрим и мы увидим что он из себя представляет и попробуем как он работает так вот друзья немножко покрасил кое-как покрасил чуть-чуть покрасил все нормально немножко туговато но ничего нормально так теперь нам надо это все собрать сейчас все соберем и думаю что у нас все заработает так 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 это вот подручник будет подручник не затягиваем так 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 Болгарка Мутник Так, есть! Провивать ровно, теперь натяг Еще чуть подтянуть Теперь это затягивается Уже зафиксировали Все это крепится к столу Струбцинами Чтобы он никуда не двинулся Проверка Увеличиваем скорость Ну вот, вот такой получился станок Добавляем Субтитры Малыш 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 так примерно вот так так я думаю защитные очки не помешают вот так вот так вот так вот вот Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Пишите в комментариях свои пожелания... Всем спасибо за просмотры... До новых встреч... Пока... Продолжение следует... Продолжение следует...